Депутаты Сыктывкара вместе с представителями администрации столицы проинспектировали строительство домов, возводимых по программе переселения граждан из аварийного жилья. Напомним, глава региона заявила, что переходит к ежедневному мониторингу ситуации с выполнением программы. Обязанность предоставлять полную информацию о количестве строителей на объектах и характере работ губернатор поручил председателю правительства. Евгений Иршов о том, как обстоят дела с переселением в Сыктывкаре. Любовь Николаевна заехала в новую квартиру еще в октябре, но до сих пор не может поверить своему счастью. 35 лет она буквально выживала в старой деревяшке и только теперь поняла, что значит по-настоящему благоустроенное жилье. Там розетка, там розетка, там и здесь розетка. Ну вот, куда бы я ни переставила все свое имущество, какое у меня есть, везде не надо ничего колупаться. Нормально так. И цвет обои мне нравится. Вот еще повешу шторы, будет красота. Живет теперь Любовь Николаевна в местечке Кочпанчит. Недавно около ее дома открыли магазин. Каждое утро туда приводят свежий хлеб и молоко. Переселенка шутит, квартира ей досталась all-inclusive. Даже не верилась, что эта квартира моя. Наконец-то я дождалась ее. От счастья плакала моя, Юрик мне, сын говорит, мама, ну что ты так, я говорю, да сколько же лет я ждала эту квартиру. А мама моя так и не дождалась квартиры. К слову, совсем скоро переселенцы из Ветхого жилья будут отмечать новоселье и вот в этих домах. Здесь работы вышли на финальный уровень. Уже проведена внутренняя отделка, установлены сантехника и кухонные плиты. Депутаты Сыктывкара вместе с общественниками лично выехали проверить ход строительства. Как рассказал подрядчик, на объекте рабочие трудятся днем и ночью. Это был высущенную работа на качественном управлении? Нет, это технология у самого этого управления. Могу сейчас сами смотрим, где качество. Ну, посмотрим, по-моему. Селится, это работа следная, как у нас лично. В доме все соответствует нормам. В помещениях тепло, внутренняя отделка на должном уровне. Разве что с безопасностью на улице есть небольшие проблемы, констатируют ревизоры. Сокон верхнего этажа сразу бросается в глаза ТП-35. Я считаю, что при въезде, при вводе в эксплуатацию данного объекта и достигнуто соглашения с заместителем руководителя администрации Осипова, мной рекомендовано направить обращение руководства Комиэнерго Республики Коми для того, чтобы было поставлено ограждение напротив этого ТП в рамках безопасности граждан, ну, соответственно, и детей. Во втором доме работы тоже идут полным ходом. Строители уже выполняют внутреннюю отделку и монтаж инженерных сетей. Стоит отметить, на объекте задействовано до 150 рабочих. Такие вот комиссии, бывает, находят в новых квартирах недоделки, которые подрядчик сразу же устраняет. Подрядчик идет, ну, как смотрит, выявляет и сам, и какие-то со стороны взгляды, естественно, даются рекомендации подрядчикам, чтобы они устраняли недоделки. Это я сказал бы не брак, а недоделки. Для этого сейчас по поручению главы Республики Коми подключили депутатский корпус города Сытовкара для того, чтобы мониторить именно процесс строительства, и будут они включены, естественно, комиссию по приемке. Мониторит ситуацию по переселению граждан из аварийного жилья и сам глава региона. Он пообещал районам-аутсайдерам программы «Другой Новый год» и уже другую ответственность. Коллеги, кто к 30 декабря не выполнит соответствующие поручения, взятые обязательства по договоренностям по домам для переселения граждан, значит, 31 декабря и все выходные, значит, для вас нет нового года. В домах, которые посетили депутаты Сытовкарского совета, 102 квартиры. На их строительство потратят 132 миллиона рублей. Подрядчики говорят, сделают все возможное, чтобы сдать дома в срок. Евгений Ершов, Павел Фетисов, Олег Костромин, телеканал Юрган Сытовкар.